Схема достаточно простая, рабочая. Все то же самое на самом деле, только у нас перед всей этой схемой стоит стабилизатор напряжения. Собственно говоря, хорошая штука, в целом вводный наш яркий представитель. У него там встроенный стабилизатор, стоит там в реле, там 5 ступеней стабилизации у него есть, границы это по статике 10,5 вольт, он поднимает напряжение до 220 вольт без перехода на аккумулятор. Самым популярным является сейчас вот Энергия ПР. Эта серия, значит, она идет от 500 вольт ампер до, у них восточники, до 4000 вольт ампер. Ну, то есть там мощность порядка 2,8 вольт ампер. Ну, сейчас чуть подробнее поговорим. У него две розетки под нагрузкой, батареи, вот это 500 вольт ампер точнее. Ну, кстати говоря, с ними такая хитрая вещь, вообще нужно относиться очень аккуратно к названию источников. Ну, например, он называется ВН-500. ВН-500. Ну, его профессионал, как будто я сам первый раз просто видит это название, подумает, что 500 это, например, вольт ампер. Обыватель может подумать, что это 500 ватт мощность точно. Но, к сожалению, кто-то другой не будет права. Значит, на самом деле его мощность составляет порядка 300 вольт ампер. Производитель, он как бы здесь, ну, может быть, немножко стукаливал, они в эту мощность включили мощность зарядного устройства. То есть, на самом деле, нагрузку он может дать 300 вольт ампер и отдать, а 900 вольт ампер он отдаст на заряд аккумулятор. Вот так и как бы. Хотя, когда он заряжает батарею, соответственно, у него может чуть увеличиться. Но нужно рассчитывать из этого. То есть, вот, с мощностью нужно быть очень внимательным. По факту, в реальности ватт, с него можно снять, то есть, это число, желательно, множество 07. Ну, это средний коэффициент, который он нам превращает вольт ампер в ватт. И вот в итоге у нас получится где-то порядка 210 ватт. То есть, в итоге 500, вроде, да, 500 превращается в 210. То есть, грубо говоря, вот, касаемо серии энергии ПН, просто она самая популярная сейчас на рынке. Мы просто, в своем деле, набывают мощность. Там, тысячник, значит, 500 ватт. Ду тысячник, киловатт. Там, пяти тысячник, да, пяти тысячник, да, вообще, трех тысячник, да, квадрата киловатт. И тогда у нас все нормально будет. Вот, в принципе, мы экспериментировали. Когда он заряжает батарейку, в принципе, он на три стола держит. Вот, можно держать. Но, представьте себе, что только у нас заряжает батарейку, у него идет максимальная нагрузка. Он перегрузится, перегреется, отключит нагрузку. В общем, вот этот момент с правильным расчетом, он очень важен. И так, грубо говоря, делим на два мощности и получаем то, что мы можем на них нагрузить. Эта схема, она ограничена где-то четырьмя киловаттами. То есть, например, нет таких на рынке лайм-тарактивных источников, мощность 10 кВт. Инвертора есть моноблоком однохватный до 18 кВт. Он их можно параллелить и так далее. То есть, можно мощность практически легко сделать. С лайм-тарактивом нет.